27.07.2024 год, Высалец Гомсовский. Сделал уже много вам видео сегодня, но думаю, в субботу, завтра воскресенье. Много очень же информации идет по этой ситуации вокруг Фарион, трагедии этой, конечно. И много разных же точек зрения высказывается. Я уже так немножко сказал про это вам. Ну, думаю, надо немного, можно уже после открытия во Франции вот такой грандиозного перфоманса, абсолютно такого года, совершенно. Это полное зазеркалье, это уже апофеоз, декаданса, разложение, некроза. Это чистая некрофилия, абсолютная некрофилия человеческого общества. Вот в Париже, во Франции, которая там является такой страной просвещенной, с таким высоким уровнем там развития интеллектуальных, различных сообществ, там философии, взглядов, концепций. Задает тон по многим, конечно, направлениям. Он что только атомная энергетика одна стоит и прочее. Все-таки страна обладатель ядерного оружия, ракетоносителей, то есть, ракет и так далее, носителей ядерного оружия, флот колоссальный. То есть, мощнейшее государство, да, там, конечно, огромный государственный долг, но у кого его нету, да. По сути, Лагард возглавляет, мощнейшая финансовая, конечно, элита. Та же Лагард возглавляет сегодня Европейский Центральный Банк, отвечает за стабильность евро. Ну и вот произошла, конечно, просто совершенно апофеозная, совершенно такая, ну, на мой взгляд, уже полностью разложенческая такая некорфильная церемония по открытию Олимпиады. Ну, естественно, она принесла огромные деньги тем, кто это заказывал. И вот в этой связи подумалось, там же именно во Франции разработана модель, вот это, собственно, общество спектаклей было, и оно самое ближшее. И вот в этой связи, как бы, можно подумать, что такое то, что произошло во Львове, да. Вот Львов тоже такой творческий город, такой необычный город, тоже мистический, да. Вот я там сказал, что такое употребил понятие квест. Это интерактивная игра сюжетной линии, которая заключается в решении различных головоломок, логических заданий. Долгое время популярным развлечением молодежи были онлайн-квесты, но сейчас все больше, значительный интерес вызывают так называемые живые квесты в реальности. Ну и вот подумайте, можно ли сказать, что такая трагедия с Фариунш, это был своеобразный квест, в котором были подобраны разные люди с разными заданиями, это была молодежь, которые выполняли разные роли и которые, соответственно, сыграли каждую свою роль. Как вы думаете? Скажите мне про это. Давайте такую сделаем, как бы, заход такой, а потом продолжим это. Может это быть квестом или нет?